Красная ковровая дорожка, софиты, вспышки фотоаппаратов. Уже в третий раз площадкой открытия фестиваля сериалов становится Ивановский железнодорожный вокзал. А юбилейный пилот снова набирает невиданную высоту. Гостей фестиваля онлайн приветствует президент пилота Валерий Тодоровский. Я хочу сказать, что пять лет фестивалю пилот и судя по всему он живой и он актуальный. Это мне кажется самый главный показатель, потому что людям есть что делать на нем, людям есть что обсуждать и есть что смотреть. Во многом это большая сослуга двух людей, о которых я хочу сказать специально. Это Станислав Воскресенский и Светлана Дрыга, которые были основателями этой истории и которые холили, лелеяли и растили это дитя. В этом году церемонию открытия провела актриса Анна Снаткина. Призналась, что интерес к пилоту был всегда. И вот, наконец, она в Иванове. Говорим о слагаемых успехах хорошего сериала. Прежде всего хорошая история. Но помимо хорошей истории, безусловно, это качественная режиссерская работа, потому что от режиссера зависит 50%, наверное. И только небольшая часть зависит от хороших артистов. На открытие пилота Анна приехала с мужем и дочкой. Вот у нас тоже любят посмотреть сериалы, да? Причем 18+. Виктор Васильев уже сегодня, 23 июня, в рамках конкурсной программы представляет пилот сериала «Киберпапа». По названию, понятно, «Киберпапа» связано что-то с IT, с компьютерами, с детьми, с поколениями, как это отношение между поколениями. В общем, всегда весело и интересно. Все как в жизни. Вот Вероника не даст соврать, да? У нас папа немножко компьютерный гений, поэтому, наверное, папа даже чуть-чуть себя сыграл. У нас уже дочки не вылезают уже, да? Уже все. Ноутбуки, айпады, планшеты, перезагрузить там все. Бабушкам уже все рассказывает. В фестивале собрано более 30 сериалов. В конкурсной программе заявлено 20 пилотных серий. Их будет оценивать жюри, в состав которого вошли актрисы Анна Банщикова, Дарья Мороза и не только. Возглавил жюри конкурса режиссер Сергей Урсуляк. Я хочу увидеть, чем занимаются молодые, на кого мы оставляем страну. Есть опасения? Есть. Сериал-сериал рознь. Ну, просто действительно предполагается, что наши сериалы должны рассказывать о нас. Но они не всегда рассказывают о нас. Там, где они попадают в зрителя, там получается. Там, где нет, то смотрят зарубежные. Дарья Мороз рассказала, что приехала на пилота в Иваново своим ходом за рулем авто. И уже нашла на Ивановской земле вполне балабановский сюжет. Деревня – заброшенная церковь. Она выходит сделать фото и встречает мужчину с топором. Он говорит, а это я сейчас с топором-то, а это у меня тут топор есть. Я говорю, простите, это вы мне? Он говорит, ну а кому ж? Я говорю, ну а чего вы меня? Вот я просто церковь хотела сфотографировать. И он так на нее смотрит, говорит, эх, восстанавливать надо. И пошел. Вот для меня сегодня эта картинка, она, пожалуй, сложилась в такое почти целое короткометражное кино. Какой-то вашей прекрасной Ивановской области. Значит, продюсируем следующий сериал здесь, да? Вполне возможно. Почему нет? Или снимаем. Это очень крутые локации. Пилот-площадка демократичная. Здесь представлены сериальные истории не только федеральных каналов, но также стриминговых платформ и независимых студий. В программе заявлены и философские драмы, и комедии, а также молодежные и подростковые истории. Например, первый в истории пилота сериал, произведенный не в России. Казахстанский таргет про закрытую элитную школу, в которой происходят странные вещи. Что, если тебе приходят предсказания из будущего? Может, кто дошлет тебе какие-то знаки? Все члены жюри поделились, что ждут от фестиваля в первую очередь хороших историй, которые хорошо изложены. Очень важны истории, потому что очень большой дефицит сценаристов сейчас, огромный просто. Да, потому что идей много, а как бы классно написать их. И это очень интересно сейчас посмотреть, насколько как бы сейчас, правда, все ищут классных сценаристов, классные истории, сюжеты. И вот надо посмотреть, что сейчас предлагается как-то на рынке. Рынок киноиндустрии, кстати, сейчас испытывает кадровый голод, говорит программный директор фестиваля Егор Москвитин. Порог входа в индустрию довольно низок и много шансов у молодых авторов проявить себя. Пилот как раз та самая площадка, где можно себя показать и найти партнеров и инвесторов. Судя по качеству психологической проработки героев, мы очень близки к тому уровню драматургии, который когда-то всех очаровал в американских сериалах. Помните, наверное, там «Игра престола в секс-большом городе», «Клан Сопрано». Вот мы сейчас примерно там, то есть в том периоде истории американского телевидения, который случился между 99 и 2008 годом. Потом у них была забастовка сценаристов, все резко рвануло вперед, а у нас сейчас, возможно, тоже произойдут какие-то перемены, так что поживем и увидим. В этом году награды будут вручены по девяти номинациям. По традиции будет не только выбор жюри, но и приз зрительских симпатий. Статуэтка победителей была представлена в новом дизайне. Ну а первые награды пилота 2023 были вручены уже на церемонии открытия. Спецприз за авторское высказывание в сериале получила режиссер Наталья Мещанинова за работу «Алиса не может ждать». Лучшим шоураннером признали Ирину Сосновую, которая работала над проектами «Содержанки», «Контейнер» и другими. Ну а завершилось торжественное открытие пилота с сериалом «Библиотекарь», снятым по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова.